Диалектика Диалектика внушает буржуазии лишь злобу и ужас, так как в понимании существующего она включает понимание его отрицания, его необходимой гибели. Карл Маркс Все в мире взаимосвязано. Мириады звезд Вселенной и Солнечной системы, Земля и все, что на Земле, находятся в бесконечной и многообразной связи. К пониманию всеобщей связи Человеческая мысль пришла не сразу. В древности человек видел движение облаков и связывал это с ветром и дождем. Наступление темноты он связывал с заходом Солнца. В жилище появился огонь. Человек видел связь огня с теплом и светом, но пройдет еще не одно тысячелетие, прежде чем количественный фактор наблюдений перейдет в качественный, и человек увидит связь с горящего полена с солнечной энергией. Существующую взаимосвязь в природе образно выразил академик Тимирязев. «Зеленый лист, — писал он, — является точкой в мировом пространстве, в которую с одного конца поступает энергия Солнца, а с другого берут начало все проявления жизни на Земле. В общем виде связь — это воздействие предметов и явлений друг на друга, взаимозависимость и взаимообусловленность их существования». Связи бывают всеобщие и отдельные, необходимые и случайные, существенные и несущественные, и другие. Этот можжевеловый куст, например, связан с Землей непосредственно, а с Солнцем, источником тепла и света, его связывает поток частиц, фотонов. Это уже опосредованная связь. Рост данного куста связан также с биохимическим составом почвы, высотой над уровнем моря, атмосферным давлением, количеством выпадающих осадков, наличием того или иного вида птиц, животных, насекомых и так далее. Перечислить все существующие связи невозможно. Они бесконечны. Изучение мира как единого целого, раскрытие всеобщих связей составляет важную задачу материалистической диалектики. связь и взаимозависимость предметов и явлений нельзя осознать без понятия движения. О предмете, который не находится в движении, ничего нельзя сказать. Фридрих Энгельс. Наблюдали движение и древние мыслители, но понимали его, как простое перемещение тел в пространство. Но уже у Гераклита мы читаем, все существует и не существует, так как все течет, все изменяется. Здесь изложение начал диалектики. Диалектическое понимание действительности, однако, было связано с трудностью понимания сущности движения. Наиболее образно это выразили представители Элиадской школы. Вот один из примеров. Наш взгляд проследил за полетом стрелы. Пусть теперь попытается это проделать мысль. Допустим, что стрела действительно движется к цели. Однако, в каждое мгновение полета она занимает только пространство, равное своей длине. В каждое мгновение она не выходит за рамки этой части пространства. Значит, стрела не движется. В летящей стреле, как и в других опориях, Зенон увидел противоречивость движения и поэтому считал, что движение есть только по видимости, а по существу его нет. Здесь суть важнейшей философской проблемы. Вопрос не в том, есть ли движение, а в том, как его выразить в логике понятий. Владимир Ильич Ленин. Истинный источник движения противоречия, присущие предметам и явлениям действительности. Раскрывая сущность движения, естественно, возникает вопрос о его направленности. Метафизики признавали, что движение всегда приводит к изменениям. Но эти изменения они в итоге понимали как простое повторение пройденного. «Что было, то и будет», утверждали они. «Что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под Солнцем». Разорвать цепь заблуждений помогла гениальная догадка Канта о происхождении Солнечной системы. И Солнце, и планеты предстали теперь не как раз и навсегда данные, а как развивающиеся во времени. Но если Земля развивается во времени, значит, свою историю должно иметь и все то, что на ней существует. Так возникают контуры учения о развитии. От простейших организмов до человека и далее до всех форм материи. Метафизический взгляд на природу взрывается изнутри самим развитием науки. Наука подтвердила вывод о том, что развитие это движение от низшего к высшему, от простого к сложному. Это изменение, которое обязательно включает в себя качественное преобразование и коренные превращения предметов и явлений, исчезновение одних и появление других. Сущность развития, его тенденцию, характер и направленность выражают основные законы диалектики. Познание законов материалистической диалектики помогает правильно определить конкретные пути революционного преобразования мира. В этом главное значение диалектики, названной Лениным живой душой марксизма. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok